Шостка задыхается. Здесь ищут следы ракетного топлива. Уже неделю ищут. Пока власти убеждают, все в порядке. В больнице начали обращаться первые пострадавшие. Елена Зорина подробнее. Микрорайон Лазаревский в воздухе пахнет химией. Полуторагодовалую Веронику мучает аллергия. На здоровье жалуется и ее бабушка. Официально уже пять человек обратились в больницу с жалобами на химическое отравление. Болела целый день, потом голова, кровь, носа ушла. Детей вообще на улицу боимся выпускать, потому что такой запах стоит, что вонь невыносимая. Все началось неделю назад. Ночью грузовик перевозил неизвестные химикаты, которые пролились на асфальт. Я открываю дверь, мне такой кислотой дало, что я аж назад откинула меня. Кам-кам и такое, темно-коричневое. Вот такое, как желе. Это та самая дорога, на которой все и произошло. Спасатели до сих пор чистят асфальт и землю. Сначала использовали известь, опилки, теперь содовый раствор. Первичный анализ показал наличие в почве, в грунте возле дороги, наличие пестицидов различных марок. И доза превышения была от трех раз до двадцати. Площадь загрязнения до семи километров. Анализы подтвердили. Я попал в грунт. Проникли в воду. Рядом речка пока не ясно. Впрочем, спасатели убеждают, дышать тут безопасно. Вы же видите, мы же без засобов защиту работаем. Можно заповедить, что небезопасности для жизни и здоровья нет. А вот тот, кто утверждает обратное, Виктор Мазалевский, показывает результаты анализов Харьковской военной лаборатории. Она обнаружила здесь следы ракетного топлива. По гептилу есть превышение 1,6 раза, 3,3 раза. По второму есть превышение в 66 раз. Правительство должно признать эту ситуацию в нашем городе как катастрофа. Это подтверждают и экологи. О том, что в город завозили это вещество, предупреждали чиновников еще в конце марта. Было завезено 140 тонн гептила и 500 тонн пестицидов. Все это смешивалось именно на базе этого предприятия и вывозилось на территории Шостки и Шостинского района. Гептил опасен тем, что он обладает кумулятивным свойством. Он имеет свойство накапливаться в организме. По неподтвержденной информации, опасный груз попал в Шостку из Одесской области. Хранился на территории за вот этим забором. Частная фирма должна была его утилизировать. Почему перевозили и почему ночью, пытаемся узнать лично. Рядом с воротами появляется дорогая иномарка, но, заметив камеру, быстро уезжает. Характерный едкий запах ведет вот сюда, к песчаному карьеру, на окраине города. Рядом дачные участки и хлебозавод. По одной из версий, именно сюда и могли вывезти ядовитые химические отходы. То, что отходы не утилизировали, а сбрасывали, предварительно подтверждают и правоохранители. Они уже начали уголовное производство. Под подозрением один из руководителей фирмы. Одни особи уже есть данные о поведомлении о подозрении. И это поведомление вчера было вручено. Нарази принимаются заходы, что до обороны, стоимость этой особи, за побежного захода. В криминальном проведении две особи вызнаны потерпелыми. Но официальных выводов из той самой Харьковской лаборатории у них еще нет. Пока что виновникам, если таковых найдут, грозит штраф до 3400 гривен. Елена Зурина, Василий Миновщикова, Андрей Шевцов. Подробности телеканал Интер.